В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов, в Старославянском переулке, на улицу медленно и как бы в нерешимости отправился к Кузнецкому мосту. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту коморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настиж, отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйки и боялся с нею встретиться. Не то чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только с хозяйкой. Он был задавлен бедностью, но даже стесненное положение перестало в последнее время его тяготить. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, чтобы та не замышляла против. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы и жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться и лгать. Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи со своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь, подумал он со странной улыбкой. Все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит. Единственное, от одной трусости это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. А впрочем, я слишком много болтаю, от того и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем и так, от того болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе горохе. Ну, зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Да, совсем не серьезно, так, ради фантазии, сам себя тешу, игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня. Всюду и звездка, леса, кирпич, пыль. И та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распилочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и стройен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмов здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и по преимуществу цеховое и ремесленное население, скучное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иной фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромной ломовой лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая «Эй, ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. Я так и знал, Барматалон в смущении. Я так и думал, это уж всего сквернее. Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка. Хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят и запомнят. Главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят. Всегда и все. Идти ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим, только раздражал себя их безобразною, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе. И несмотря на все подразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже по неволе привык считать уже предприятием. Хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее. С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к приогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву, а другую на улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками, портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и прочим людям. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, черная, но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась. В такой темноте даже и любопытный взгляд был не опасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если бы и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?» подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник. Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке остается на некоторое время только одна старухина квартира. «Это хорошо, на всякий случай», подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил. Он так и вздрогнул, слишком уже ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку. Жилица оглядывала из щели, пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отварила со всем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которую была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, малопоседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая коцовейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. «Я Раскольников, студент. Был у вас назад тому месяц», поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее. «Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были», — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица. «Так вот-с, и опять по такому же дельцу», продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи. «Может, впрочем, она и всегда такая?» «Да я в тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед. «Пройдите, батюшка». Небольшая комната, в которую прошел молодой человек с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. И тогда, стало быть, так же будет солнце светить, как бы невзначай, мелькнуло в уме Раскольникова и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромную выгнутую деревянной спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам до двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто. И мебель, и полы были оттерты под лоск, все блестело. «Лизаветина работа», подумал молодой человек. «Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота». Продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где стояли старухиный постель и комод, и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат. «Что угодно», строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. «Заклад принес?» «Вотс!» И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Тыпочка была стальная. «Да ведь и прежнему закладу срок, еще третьего дня месяц как минул. Я вам проценты еще за месяц внесу. Потерпите». «А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. Много ли за часы-то, Алена Ивановна?» «А с пустяками ходишь, батюшка?» «Ничего, почитай, не стоит. За колечко вам в прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора можно. Рубля-то четыре дайте, я выкуплю. Отцовские, я скоро деньги получу». «Полтора рубляс и процент вперед, коли хотитес». «Полтора рубля!» скрикнул молодой человек. «Воля ваша!» И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тот час одумался, вспомнив, что идти больше некуда, что он еще и за другим пришел. «Давайте», сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», соображал он. Ключи она стала быть в правом кармане носит, все на одной связке в остальном кольце. «И там один ключ есть всех побольше, втрое, с зубчатой убородкой, конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка или укладка. Вот это любопытно. А укладок все-таки ключи. А впрочем, как это подло все». Старуха воротилась. «Вот, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек за месяц вперед. Да, за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед двадцать копеек. А всего стало быть тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваш рубль пятнадцать. Вот, получитесь». «Как так? Теперь уж рубль пятнадцать. Точно такс». Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно, ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно. «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу? Серебряную? Хорошую? Папиросочницу одну? Вот, как от приятеля врачу?» Он смутился и замолчал. «Ну, тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь. А вы все дома одни сидите? сестрица-то нет?» спросил он, как можно развязнее, выходя в переднюю. «А вам какое до нее дело, батюшка?» «Да, ничего особенного», так спросил. «Уж вы сейчас...» «Ну, прощайте, Алена Ивановна». Раскольников вышел в решительном смущении. смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И, наконец, уже на улице он воскликнул. «О, боже, как это все отвратительно! И неужели я...» «Нет, это вздор, это нелепость», прибавил он решительно. «И неужели такой ужас мог прийти мне в голову?» «На какую грязь способно, однако, мое сердце?» «Главное, грязно, пакостно и гадко. И я целый месяц...» Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце, в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от своей тоски. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих, сталкиваясь с ними и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которой вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей как раз в эту минуту выходили двое пьяных и друг друга поддерживая и ругая взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более, что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснили. Все это вздор, сказал он с надеждой, и нечем тут было смущаться, просто физическое расстройство, один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, и вот один миг крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения. Какое все это ничтожество! Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная. В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одной девкой и с гармонией. После них стало тихо просторно. Остались один хмельной, но немного сидевший за пивом с виду мещанин. Товарищ его толстый, огромный, в сибирке, с седой бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке, изредка вдруг как бы с просонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнюю частью корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде целый год жену ласкал, или вдруг проснувшись опять, папа дьяческой пошел свою прежнюю нашел. Но никто не разделял его счастье. Молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы, даже враждебно с недоверчивостью. Был тут еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо перед своей посудинкой, изредка отпевая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.